Бисмиллах, альхамдуллиллах, салату ассаламу аля Расуллиллах, аля алихи, асхаби и аману аля маба'д. Говорит шейх Абдуллах аль-Фассам, алейхи рахматуллах и та'ала, китабу саллах, книга о намазе. Говорит ассалату филлуга ад-дуа. Слово ассалла в арабском языке означает ад-дуа, мальбу. Калал кааду айят, сказал кааду айят, у ва каулу аксари ахли л-арабия. Это мнение большинства ученых арабского языка, а также ученых фикха, то есть то, что слово ассалла возвращается в арабском языке к слову ад-дуа, то есть мальба. Вот асмиют ад-дуа и салатан ма'руфам сикаламин араб. И называть дуа намазом известно в языке арабов. Говорит и связь между мальбой и между намазом, связь частичная. Потому что дуа является частью намаза. Потому что намаз содержит в себе мальбу. Говорит ва фишара, что касается шариата, что такое намаз. В шариате намаз это Это определенные слова и определенные действия. Которые начинаются с такбира. И заканчиваются салямом. И при этом человек должен иметь намерение на совершение этого поклонения Всевышнему Аллаху. Это то, что такое намаз в шариате. Знаешь, что такое намаз в шариате? Слова и дела, которые начинаются с такбира и заканчиваются салямом. При этом все эти дела и слова должны сопровождаться определенным намерением. Говорит ва салавату л-хамс ахаду аркани л-ислями ал-хамса. Говорит, и пять намазов являются одним из пяти столпов религии ислам. Более того, являются самым великим столпом после двух свидетельств. То есть, если человек произнесет ла-иллах и ла-ллах, мухаммаду на расуле Аллах, то самое великое деяние и самый великий столп ислама после этих двух свидетельств совершение человеком намазов. Говорит ва суббутуга, у меня написано суббутига, должно быть суббутуга с даммой. Ва суббутуга белькитаби ва лечма фаманджи хадага факат кафара. И говорит, намаз установлен Кураном, а также единогласным мнением. То есть, его обязательность установлена как в Куране, так и в единогласном мнении общины. Фаманджи хадага факат кафар. Поэтому тот, который будет отрицать обязательность намаза, тот становится неверующим. То есть, есть разница между отрицанием обязательности намаза и между совершением намаза. То есть, относительно того, что тот, кто будет отрицать обязательность намаза, тот человек является неверующим, относительно этого единогласного мнения. Но есть разногласия среди ученых, если человек оставляет намаз по лени, то есть, считает его обязательным, но не совершает его по каким-то причинам. Является он неверующим или нет, вот относительно этого есть разногласия у обладателей знания. Говорит, Хасар говорит, и относительно того, что этот намаз является узаконенным, в беззаконенности его, говорит, есть множество полезных моментов. Столько, что их тяжело подсчитать. Минальвучха аддиния уаддуняуия, как со стороны религиозной, так и со стороны бытовой. Вос сухия уличтинайя, а также со стороны здоровья, а также со стороны общественной пользы. Вос сиясия уон низамия, а также польза политическая, уон низамия, низам, то есть порядок. То есть от намаза исходит порядок, когда люди привыкают к тому, что пять раз в день они берут малое омовение, отходят от своих дел, направляются в мечеть и совершают в ней намаз. Это приводит к определенному упорядочиванию общества и времени человека. Говорит, если бы какой-либо автор решил написать книгу о полезных свойствах намаза, и начал бы перечислять их перечислениям, то его слова пришли бы в длинный момент. То есть ему пришлось бы написать много. Говорит, «Валлаху Субхану Ата'ала, Ахкаму Аль-Хакимин». И Всевышний Аллах Субхану Ата'ала, самый мудрый из мудрых. «Хина фараба, фад киямия, киям ад-дуния уль-Ахира». И Всевышний Аллах Субхану Ата'ала установил и вменил в обязанность этот намаз, исходя из своей мудрости. И в этом намазе, в его совершении и в его установлении, есть существование как этой дунии, так и Ахира. То есть, если человек совершает намаз, то его как быт, так и следующая жизнь будут какими будут здоровыми, будут правильными. Говорит, «Валлаху Руд, Вашу Руд, Ваму Каммилят». И говорит, у намаза есть свои обязательные стороны, Вашу Руд, и также есть условия принятия намаза, условия его действительности, Ваму Каммилят. А также есть определенные действия, которые дополняют и совершенствуют намаз. Но если человек их не совершит, то его намаз все равно будет действительным. Это разница между Вау Руд и Ваму Каммилят. Что такое фард в намазе? То есть, обязательная часть намаза, если человек его не выполнит, то его намаз будет недействительным. А если человек не выполнит мукамилят, то, что является тем, что дополняет намаз и совершенствует его, то его намаз в основе своей является действительным, но неполноценным. Говорит, кама анна ла мубты лят ва мунки сад. И также говорит, у намаза есть такие вещи, которые мубты лят аннулируют намаз и мунки сад, то есть сокращают достоинство намаза и сокращают награду за него. То есть определенные вещи в намазе, как если человек посмотрит направо или налево, или будет производить много лишних движений в намазе, все это является нежелательными действиями намаза. Можно как выразить эти деяния? Слово мунки сад. А слово накс, то, что укорачивает и уменьшает количество награды за намаз. Говорит, тагаддама ахаду шуруты ауа тагара. И ранее по книге мы уже изучили одно из условий действительности намаза, а это тагара, чтобы человек был очищен перед намазом. То есть если человек не находится в состоянии религиозного очищения, тогда его намаз является недействительным. Как понять понятие религиозного очищения? Кто скажет? Что значит религиозное очищение? Имеется в виду, что очищение может быть религиозное, а может быть бытовое. То есть человек может ходить в баню и помыться там три раза, так или нет. Потом выйти, три раза мочалкой, три раза голову шампунем помыть, потом выйти из бани, но при этом он не взял ни малого омвения, ни в усы. Можно ли сказать, что он очищен религиозным очищением? Мы говорим, он очищен бытовым очищением, и этого очищения недостаточно для того, чтобы намаз после этого очищения был у человека принят. Поэтому одним из условий действительности намаза является то, чтобы он был аля тагара, то есть на религиозном очищении. И говорит, оставшиеся постановления, которые касаются намаза, придут у нас в следующих хадисах этой книги. И естественно, что в этой книге не придут все постановления, которые связаны с намазом. Но в этой книге обозначены лишь основные постановления, которые имеют отношение к этому великому поклонению. Говорит Бабуль Малакит. Первая глава книги о намазе называется «Глава о временах намазов». Говорит Аль Малакит. Что такое Малакит? Джемау Микатин. Это говорит множественное число от слова Микат. И Микат может обозначаться этим словом как что-то временное, так и что-то местное. То есть когда говорят Микатуль Хадж. Микат Хаджа. Что знаешь Микат Хаджа? То есть то место, в котором человек входит в храм. В этом случае Микат обозначение какой-то местности. И слово Микат им может обозначаться какое-то время. Так как говорят Микатус Саля. Время намаза. Здесь уже не имеется в виду место, где совершается намаз, но имеется в виду время, когда совершается намаз. Говорит Уаль Мураду Гуна под Микатом. Здесь имеется в виду Аль Малакит Аззамания. И эти временные отрезки. Что значит временные отрезки? То есть определенные ограниченные отрезки времени, которые выделены и отведены для совершения обязательных намазов, а также каких-то других видов намаза. Значит у себя здесь необходимо запомнить и понять один важный момент. Некоторые, когда я спрашиваю, каково время намаза Зугар, он говорит, когда солнце отклонится от середины небосвода. Мы говорим, ответ этот неправильный. Почему? Потому что время намаза Зугар, это не просто то время, когда намаз Зугар начинается. Время намаза Зугар, то есть тот отрезок, который разрешено совершать намаз Зугар. Поэтому, когда тебя спрашивают, каково время намаза Зугар, нужно отвечать, время намаза Зугар начинается с отклонения солнца с середины небосвода и длится до намаза Асар. Вот так необходимо отвечать на этот вопрос. Но если тебя спросят, когда начинается намаз Зугар, тогда уже ты говоришь, когда солнце отклонится от небосвода. Это иншалла понятно. Потому что, почему? Потому что многие люди думают, что время намаза, это именно его начало. Нет, неправильно. Намаз можно совершать не только в начале его времени, но временем его является тот отрезок, промежуток времени, в который этот намаз можно совершать. Говорит, Говорит, и наступление времени обязательного намаза является вторым условием действительности намаза. Как это понять? То есть, если ты совершишь намаз Зугар до того, как солнце еще отклонилось от середины небосвода, или совершишь намаз Фаджир до того, как наступил рассвет, то твой этот намаз является недействительным. Почему? Потому что упущено одно из условий действительности намаза. При этом, если ты совершил до времени намаза хотя бы одно какое-то действие намаза, не весь намаз, только, допустим, такбир. Сделал такбир Аллаху Акбар на намаз Фаджир. И после твоего такбира наступил рассвет. И весь свой намаз остальной ты прочитал вовремя, в его время. Этот намаз действительный или нет? Говорим, этот намаз недействительный. Это, иншаллах, понятно. В отличие от чего? В отличие от окончания времени. Если ты произнес такбир и совершил один ракаат намаза до того, как его время вышло, и даже если ты все остальные ракааты этого намаза совершал уже вне его времени, этот твой намаз является действительным. Это, иншаллах, также ясно. Значит, понятно, что такое время намаза является условием действительности намаза. То есть, если время не зашло, то совершение намаза до этого времени является недействительным и не принимается. Павел, теперь вопрос. Чем отличаются условия очищения от условия захода времени намаза? То есть, между этим и этим разниц много. И одна из разниц между этими двумя условиями заключается в том, что условие очищения религиозного в твоих руках, то есть зависит от тебя. Ты можешь его совершить, можешь его не совершить. А что касается захода времени намаза, то это не в своих руках. Это Всевышний Аллах управляет временем, управляет этим бытием и посредством Всевышнего Аллаха создает наступление времени намаза. Вот это, иншаллах, также понятно. Далее говорит. Далее сказал вопрос пророку, салаллаху алейкум. И тогда пророк, салаллаху алейкум, ответил и сказал намаз, совершенный в его время. Пульту сумма айюн сказал, а потом какое дело самое любимое для Аллаха после намаза? Сказал оказание благочестия родителям. Пульту сумма айй сказал, а потом какое дело является самым любимым для Аллаха? Сказал совершение джихада на пути Аллаха. Сказал Абдуллах ибн Масуд. Об этих деяниях рассказал мне посланник Аллаха, салаллаху алейкум. А если бы я еще попросил пророка, салаллаху алейкум, продолжить, то есть говорить о степенях благих дел, то пророк, салаллаху алейкум, добавил бы мне. Теперь вопрос к вам, этот хадис, от кого передается этот хадис, чей это хадис? Абдуллах ибн Масуд. То есть неправильно говорить, что это хадис Абамра Ашайбани Саада ибн Ияса. Это хадис кого? Хадис Абдуллаха ибн Масуда. Говорит Гавибуль хадис, нам этот хадис приходит у Бухарии, мусором является достоверным. Говорит непонятные фразы в этом хадисе. Что значит асфалату ала вактиха, намаз совершенный в его время? Юриду бия асфалату аль мафруба. Под намазом здесь имеется ввиду обязательный намаз. Потому что если просто говорят намаз, имеется ввиду намаз именно обязательный. Но когда имеется ввиду добровольный намаз, говорят асфалату ала вактиха, намаз добровольный. И ограничивают слово намаз определенным ограничением. Добровольный, ночной и тому подобное. Говорит Айю. Что значит сумма Айю, а потом какой? Айю говорит истифхамия муараба. Это слово истифхамия, то есть приходит для обозначения задавания вопроса. Истифхам. Из него ты этим словом, этой частицей ты задаешь вопрос. Муараба говорит слово Айю поддается ирабу. Потому что является чем? Является именем существительным. Так или нет? Исмам. Говорит. То есть она не мабния. Не из застывших слов. Говорит. И некоторые сказали то, что слово Айю в основном приходит без Тануина. Без Тануина на конце. Говорится не Айюн, а говорится Айю. Почему? Потому что говорит Тагдир Алибафа. Предполагается ибафа. Как понять предполагается ибафа? То есть предполагается приписывание этого слова к другому слову. То есть как будто бы ты спрашиваешь Айю шейин. То есть какая вещь или какое дело. А когда мы знаем, что когда мудаф приписывается к мудафу Илей, у него отпадает Тануин. Говорит. Альман Али Джмали. Какой общий смысл этого хадиса? Сала Ибнумас'удин, радия Аллаху ану, аннабия, салаллаху алейху асалам. Ани-та'ати лилля. Говорит Ибнумас'уд, радия Аллаху ану, задал вопрос пророку, салаллаху алейху асалам, относительно различных видов поклонения и подчинения. Айюха, ахаббу илаллахи та'алла. Какой из этих видов дел является самым любимым для Всевышнего Аллаха, салаллаху анаталья? Факулла макана л'амалу ахаббу илаллах, кана савабу аксар. Говорит. И чем любимее Всевышнему Аллах, салаллаху анаталья, дело, тем награды за него больше, соответственно. Факала, салаллаху асаляма, мубайинан. И поэтому пророк, разъясняя ему ответ на этот вопрос, сказал Самое любимое деяние для Всевышнего Аллаха, это обязательный намаз, который совершен в его время. Что это за время, которое отвел для этого намаза и ограничил для этого намаза законодатель, то есть Всевышний Аллах. Почему это дело является самым любимым Всевышним Аллаху? Потому что при совершении этого дела человек устремляется и отвечает на азан, на неда, неда это зов, призыв, отвечает на призыв, имеется ввиду на азан, и устремляется к выполнению приказа Всевышнего Аллаха. И потому что человек заботится и оказывает внимание этому великому обязательному деянию. Говорит, и из-за стремления Ибн Мас'уда к добру, Ибн Мас'уд не остановился на этом вопросе. Но задал ему вопрос о втором уровне дел из тех, которые являются любимыми Всевышнего Аллаха. И тогда пророк сказал, второе дело после намаза это благочестие к родителям. Говорит, первое дело является истинно лишь делом, правом Всевышнего Аллаха. А второе является правом только лишь родителей. И говорит, часто в контексте Кур'ана право родителей приходит сразу после права Всевышнего Аллаха. Более того, оказывать благочестие родителям является одним из проявлений возвеличивания Всевышнего Аллаха. Говорит, из-за того, что Всевышний Аллах возвеличивает это деяние, говорит, часто Всевышний Аллах в своей книге приводит это деяние вместе с указанием на его единобожие. То есть часто Всевышний Аллах после того, как приказывает единобожие, приводит вторым приказом необходимость оказывать благочестие родителям. Это почему? Потому что Всевышний Аллах возвеличивает это деяние. Говорит, лима лагума минал хакки лваджиб. Это потому, что у родителей перед человеком есть великие права. И человек обязан родителям многим. Говорит, мукабель мабазалагу минал тасаббук фи-джадика. Говорит, это соответствует и противостоит тому, что они отдали из причин для того, чтобы создать тебя. И для того, чтобы создать тебя, имеется в виду, чтобы родить тебя. И чтобы воспитать тебя. И чтобы накормить тебя. И потому, что они жалели тебя и любили тебя, относились к тебе сочувствием. То есть, когда ты был маленьким. Поэтому выполнять благочестие по отношению к ним. То есть, отвечать им и выполнять некоторые из прав родителей. И человек никогда не сможет отдать все права своим родителям. Даже если будет сильно стараться. Говорит, сумма инну, саллаллаху али нам, радья Аллаху ану. После этого, Абдуллах ибн Мас'уд, из Тазада, мэн ла юбхил аниддараджа саллиса. Попросил добавить у того, кто не скупится на благо. То есть, пророка, саллаллаху али салям. И рассказать о третьем деле. Из цепочки этих дел, аль-фаделя, благородных и достойных. И тогда пророк, саллаллаху али салям, ответил. В третьей степени деяния является совершение джихада на пути Аллаха. Потому что джихад является горбом ислама. То есть, имеется ввиду, самой высшей его частью ваамудихи. И является чем? Нам не амудихи. И также является чем? Также является его столпом. Без джихада ислам не может существовать. Посредством джихада возвышается слово Всевышнего Аллаха и распространяется его религия. И если люди оставят джихад, то это приведет к разрушению ислама. И к свержению и удалению людей ислама, то есть мусульман. И к тому, что их могущество удалится. И их власть будет отнята. И говорит их, мощь и их государство будет удалено. И совершение джихада на пути Аллаха является безусловной обязанностью каждого мусульманина. Как пришло в хадисе, тот, который не совершал джихада, и даже не подумывал о совершении джихада, такой скончался на одной из ветвей лицемерия. Говорит Майо Хазуминал-Хадис. Какие полезные моменты берутся из этого хадиса? Указание на то, что самое любимое дело для Всевышнего Аллаха, это совершение намаза в его время. А затем благочестие к родителям. А потом совершение джихада на пути Аллаха. И это после того, как у человека будет основа веры. Говорит, потому что различные виды поклонения являются ответвлениями имана, а основа имана, что? А что касается произнесения света, то это основа имана. Второе. Говорит Ибн Мас'уд своим вопросом, какие дела являются самыми любимыми для Аллаха, имея в виду дела, которые совершаются телом. Из-за второстепенного довода, который указывает нам на это. Потому что пророк, салаллаху алисалам, конкретизировал свой ответ намазом, а также благочестным к родителям, а также джихадам. И говорит, что? И не ввел в вопрос, а также в ответ ничего из действий сердца, из деяний сердца, которые являются самой высшей степенью имана. Говорит, Указание на то, что деяния не являются равными в своем достоинстве и благе. Но они разнятся в зависимости от того, насколько они приближают человека ко Всевышнему Аллаху. И от того, насколько велика польза от них. И говорит, поэтому Ибн Масруд задал вопрос относительно того, какое дело является наиболее предпочтительным. Четвертое, то, что Дела превосходят, одни дела превосходят другие, по причине того, что Всевышний Аллаху спону ва Тааля одни дела любит больше, чем другие. Пятое, В этом хадисе Утверждение атрибута Всевышнему Аллаху спону ва Тааля любовь. Таким утверждением, как это надлежит величию Всевышнего Аллаху спону ва Тааля. Шестое, Почет и достоинство того, кто задает вопрос о знании. Особенно, если вопрос задается о важных вещах. Потому что этот вопрос Ибн Масруда принес великую пользу. Седьмой полезный момент. Необходимость оставлять некоторые вопросы и не задавать их по некоторым причинам. Как, например, боязнь того, что шейх, которому ты вопрос задаешь, может разозлиться из-за того, что ты задаешь ему слишком много вопросов. И из-за уважения к тому, кому ты задаешь вопросы. Фаида говорит нам, и это если человек не торопится. Например, если человек приехал из другого города, и он больше не способен подойти к этому шейху, тогда ему необходимо задавать все его вопросы, предварительно получив на это разрешение. Но если человек находится постоянно рядом с шейхом, то не нужно утверждать его большим количеством вопросов за один раз. Но задай ему несколько вопросов, один или два. В следующий раз задай еще некоторые вопросы, которые тебя интересуют. Фаида говорит примечание. Задавание вопросу пророка, относительно того, какие дела являются самыми благими, происходило несколько раз. И пророк, салаллаху, отвечал на этот вопрос каждый раз по-разному. В зависимости от того, что требовалось тому, кто этот вопрос задавал. И что является более полезным для положения спрашивающего. То есть, пророк, салаллаху, по-разному, отвечал на этот вопрос. Некоторые из людей приходили и говорили, какое дело является наилучшим. Он говорил милостыне. То есть, если видел, что перед ним человек богатый, то говорил, что лучшее дело это милостыне. Если видел какого-то другого человека, например, бедного, ему он не говорил, что самое лучшее дело в милостыне. Почему? Потому что этот человек не способен выполнить это дело. То есть, отвечал по-разному, в зависимости от того, в чем нуждается тот, кто задает вопрос. Говорит. И эти ответы пророка, салаллаху, были общими фетвами тем людям, которые желали совершать дела благие в общем. И религия Ислам является религией, которой есть мудрость как в его постановлениях, так и в действиях. Поэтому необходимо сказать, что как объединить все эти хадисы, говорим, объединяем эти хадисы, опираясь на эту основу. Что лучшее дело для человека, то, которое он способен выполнить, и то, в котором он на данный момент нуждается. Говорит, потому что каждый человек совершает то деяние, которое он способен совершить, и нет ему спасения, кроме как совершая это деяние. И поэтому человека нужно направлять именно к этому делу. А также, дела зависят от времени. То есть, в разное время разные дела являются наиболее предпочтительными. То есть, если произносится азан, наиболее предпочтительно не читать Кур'ан, а повторять за муазином. А читать Кур'ан уже позже этого. Вместе с тем, что чтение Кур'ана само по себе лучше, чем ликарь, чем просто поминание Всевышнего Аллаха. Говорит, И иногда бывает такое, что милостыние являются самым лучшим деянием, если в селении или в местности есть голод или есть нужда у людей. А иногда требование знания шариатского является наиболее полезным, потому что в этом есть нужда людей. И можно сказать, что сегодняшнее время, то время, когда требования знания являются одним из самых великих поклонений Всевышнего Аллаха и одним из самых необходимых деяний. Из-за великой нужды людей, особенно сегодня, к этому знанию. Говорит, Иногда, говорит, бывает такое время суток, когда просить прощения и совершать дуа лучше, чем просто читать Кур'ан. А иногда, говорит, совершать намаз лучше, чем совершение всех этих остальных дел и так далее. То есть зависит от времени и зависит от положения человека. Продолжение следует...